Похороны королевы Великобритании Елизаветы II начались в понедельник с церемонии отпевания в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В ней приняли участие более двух тысяч человек, в том числе около 500 лидеров государств и правительств, королей и королев. Официальные представители России, Беларуси, Венесуэлы, Сирии, Афганистана и Мьянмы на церемонию прощания с Елизаветой II приглашены не были. Гроб с тела монарха был доставлен в аббатство из Вестминстерского дворца на артиллерийском лафете. В преддверии начала церемонии похорон колокола звонили раз в минуту, чтобы почтить каждый из 96 лет жизни королевы. Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал, пробыв на престоле дольше всех британской истории, более 70 лет. Новым королем Великобритании провозглашен ее старший сын, принц Уэльский Чарльз, который начал правление под именем Карла III. В понедельник утром был прекращен доступ для публики, желающей проститься с королевой Вестминстер Холли. С 14 сентября от дань уважения ей отдали тысячи британцев и граждан других стран. Они выстраивались в многокилометровой очереди, в которых приходилось стоять более 12 часов. Панихида в Вестминстерском аббатстве продлилась час. Слово взяли архиепископ Кентерберийский, премьер-министр Великобритании Ли Страс, представители конфессии. После завершения траурной службы вся Великобритания умолкла и остановилась в двухминутном молчании. Прозвучал гимн Великобритании с уже измененными словами «Боже, храни короля!» вместо «Боже, храни королеву!» Под звуки органной музыки гроб с телом Елизаветы II вынесли из Вестминстерского аббатства. На артиллерийском лафете он проследует до арки Веллингтона на углу Гайдпарка. Затем гроб переместят на государственный катафалк, откуда он отправится в Виндзор. Елизавета II будет упокоена в гробнице рядом со своим супругом, принцем Филиппом. Редактор субтитров А.Семкин